Здравствуйте! Меня зовут Елена Белова и вы на моем творческом канале. Сегодня я хочу вам показать свои рукодельные покупки, подарки. Ко мне пришел заказ от Савиного леса. Между прочим, вместе с заказом ко мне пришел и приз за остров сокровищ. Около двух недель лежит моя посылочка, я ее не открывала. Очень хотелось, но все-таки я решила подождать до этого видео. И еще самое главное, наконец-то-то я съездила на формулу рукоделия. Наверное, года два я туда собираюсь съездить, посетить ее, посмотреть, но всегда что-то мешало. В этот раз, несмотря ни на что, я все-таки съездила. Поделюсь с вами своими впечатлениями. Я постаралась там немного поснимать, покажу вам, что мне особенно понравилось. Ну и в целом покажу, какой был ассортимент товаров для рукоделия и ручной работы. Ну а уже после покажу вам, что же я привезла с формулы рукоделия. Желаю вам приятного просмотра. Начну, наверное, с подарков. Один из них уже стоит у меня на столе. Вот такой красивый светильник с тюльпанами в колбе. Мне очень понравилось такое оформление. Разумеется, я буду использовать как фото и видео реквизит. Цветы, конечно же, это не настоящие, но смотрятся они очень натурально. Светильник на батарейках. Вот, можно выключить и включить. Будет сегодня украшать мое видео. Еще один подарок. Вот такой набор от чудесной иглы. Ландыши и сирень. Очень красивый весенний сюжет. Это то, что нужно после зимы. Покажу вам поближе артикул. Размер 28 на 23. Здесь Аида 14, 45 цветов. Мулине Гамма. Любаша, огромное тебе спасибо. Еще один подарок. Даже три. Его я сделала себе сама. Насмотрелась я видео девочек-рукодельниц, где они показывали свои новогодние игрушки. Я понимала, что это сложные игрушки. Но все-таки решила приобрести. Заказывала я их на Амишоп, на Алиэкспресс. Это наборы для вышивания. Пришли они еще в дополнительной упаковке. Я ее убрала и оставила вот такой пластиковый конверт. Картинка, конечно, не супер качественная. Но в целом видно, что там находится. Если бы эти игрушки я бы не увидела в готовом виде, скорее всего, вот так набор бы не приобрела. Но так как я знаю, какая красота получается, поэтому решила заказать. Вот такой конверт. И в нем все материалы. Основа. Это канва, скорее всего, 18-го каунта. Нитки. Дополнительные украшения. Шнурки, тесьма, бисер. Все здесь есть. Самое главное, что я боялась и опасалась, что будет не очень хорошая схема. Потому что при желании схему на эти игрушки можно найти. Скажу даже больше. Она у меня есть, но там качество так себе. Я боялась, что и здесь будет качество не очень. Здесь схема на обычных листах А4. Но все значки читаемы и хорошо видны. Схемы большие. Они расположены на двух листах. Цветы символные. Я думаю, что справлюсь. Буду их обязательно вышивать, собирать, оформлять. Но, скорее всего, не в этом году. Следующий набор не менее красивый. К сожалению, название я не помню, как он называется. Здесь, наверное, написано. Но, если вы наберете в ютубе новогодние игрушки, у девочек-рукодельниц обязательно увидите вот эту красоту. Я так понимаю, что это не оригинальный набор. Это китайская сборка. Раньше это были наборы Dimensions, которые, скорее всего, сейчас не продаются. Смотрела я на эти игрушки. И чем больше я на них смотрела, тем больше я их хотела. По-моему, называется это старинное Рождество. Но я могу и ошибаться. В наборе все материалы. Ниточки, канва, шнуры, тесьма, золотистые нитки, немножко бисера. Такая же схема. Цвета символьная. Крупная, хорошая. Отлично. Еще один набор с игрушками. По-моему, называется это Рождественская деревенька. Тоже очень красивые игрушки. В готовом виде смотрятся они просто волшебно. Знаю, что вышивать их не быстро. Сложно. Здесь не просто крестики. Здесь и полукрест. И крест в несколько нитей сложения. Я думаю, что будет непросто собирать такую форму игрушки. Но ничего. Меня это не страшит. Главное, что набор себе я приобрела. И буду потихонечку вышивать. Не знаю, с какого набора начну. Все они мне нравятся. И все игрушки я хочу обязательно себе вышить и оформить. Чтобы они украшали мой дом. Здесь игрушки крупные. Для елки они, наверное, не подойдут. Но разве что на очень большую елку. Я думаю, что красиво они будут смотреться. И просто как украшение дома. Я сильно наборы не потрошила, не разбирала. Так заглянула, посмотрела, что есть и канва, нитки, дополнительные украшения. Посмотрите, здесь даже есть нитка-вдеватель и иголочки. Наверное, и в тех наборах это тоже есть. Просто я не увидела. Золотистый шнур, тесьма. Как я понимаю, здесь бисера нет. Ну и самая главная схема. Потому что материалы можно найти, подобрать самостоятельно. А вот по плохой схеме вышивать это сплошное мучение. Здесь нитки не DMC, разумеется. Это китайская сборка. Значит и нитки китайские. Но меня это не смущает. Я видела готовые игрушки и по оригинальным наборам Dimensions. И вот по таким от Ami Shop. Смотрятся и те, и эти очень красиво. Приобрела я себе вот такой фигурный дырокол. Здесь фигурка просто вот такой круг. Покажу вам поближе этикетку. Заказывала, по-моему, на Валберис. Для чего мне такой дырокол понадобился? Для того, чтобы делать органайзеры для ниток. При вышивании. Особенно, когда вышиваешь подбором. Чтобы не покупать очередные органайзеры, делать их самостоятельно. Их не жалко будет потом выкинуть. На картонке подписать либо порядковые номера, либо просто номера цветов ниток. В общем, попробую. Дырочки получаются крупными. Так что нитки крепить будет удобно. Постепенно пополняю свою рукодельную библиотеку. Книжек по вязанию у меня достаточно. По вышиванию не так много. Я стараюсь приобретать что-нибудь интересненькое. Увидела на Валберис вот такую книгу. Искусство кружевной вышивки крестиком. Мне понравилось, что здесь именно используется крест. Ну, какие-то такие простейшие швы, которые я оселю. Потому что к глади я пока боюсь подходить. Возможно, все это впереди. Поэтому покупаю книги именно вышивки крестиком. Для чего мне понадобилась такая кружевная вышивка? Я подумала, что для своей прикладной вышивки, вы знаете, что я увлекаюсь именно прикладной вышивкой, такие небольшие кружевные элементы сюжета мне пригодятся. Смотрится очень нежно, красиво. Посмотрите, это что-то волшебное. Правда, я не очень люблю вышивать белыми нитками, но это можно и поправить. Но все-таки как смотрится красиво белая вышивка на такой льняной основе, натурального цвета. Как будто вязаное полотно. А это все вышивка. И тут же показаны примеры для оформления. Можно вышивать не только белыми нитками, можно взять золотистую ниточку. Тоже красиво будет смотреться. Здесь представлено достаточно много сюжетов. Я так книжку пролистнула. Понимаю, что буду в нее заглядывать почаще, чтобы вдохновляться. Вот такой алфавит. Жалко, что это иностранные буквы. Вот такое кружево. Например, когда я оформляю вышивку в рукодельный конверт, мне нравится добавлять кружево. Но не всегда такое кружево можно подобрать под цвета на вышивке. В таком случае помогут вот такие схемы. Потому что это кружево можно просто вышить. Такую вышивку можно оформить в скатерть, салфетку. Да все, что угодно. Посмотрите, какая красота. Мне очень понравилась эта идея. Попробую ее воплощать. Вот такие мотивы. Тоже как здорово смотрится. Без корню я еще ни разу не собирала. Мне тоже очень хочется. Как раз вот здесь подходящий сюжет. Можно взять ниточку с переходами. Получится, я думаю, красота. Схема здесь крупная. Я думаю, ничего сложного нет. На обратной стороне как раз написано, что можно найти в книге. Была у меня вот такая интересная покупка. Если вы вышиваете, то, наверное, знаете, что это магнитные прихваты. Я уже давно на такие смотрела, но все как-то обходилось без них. Наверное, потому что я редко и мало вышиваю большие картины. Все-таки в основном у меня небольшие сюжеты. А тут недавно я достала свою сказочную азбуку. Хочу ее довышивать. Мне осталось там вышить совсем немного. Относительно немного. Размер вышивки большой, полотно длинное. Неудобно уже как-то его сворачивать, скручивать. Обходилась я раньше как-то прищепками, иголками. Но поняла, что на данном этапе вышивки это все уже не работает. Поэтому я вспомнила про такие прихваты. И заказала их на Валберес. Магазин называется Фактура Стич. Выбрала вот такой зеленый болотный цвет. Очень подходящий для моего сказочного конверта. Прихваты не только красивые, но и очень крепкие. Давайте я лучше сразу продемонстрирую, как использую эти прихваты в процессе вышивки. Хочу показать вам магнитные прихваты в работе. Вот так я скрутила в рулончик свою вышивку. Это у меня большая такая работа. В длину вышитое полотно почти 80 сантиметров. Поэтому, конечно же, на последних участках мне уже очень неудобно вышивать. Как-то закалывала на булавке. Вот такие прищепки. Но здесь рулончик довольно толстенький. Вот эти прихваты, то, что нужно. Давно я на них смотрела. Вот решила приобрести. Выбрала в зеленом цвете, таком болотном. Но я вот думаю, что мне нужна еще одна парочка этих прихватов. Снизу пришлось использовать прищепки. Пришло время распаковать мой заказ от Савиного леса и посмотреть, какой подарочек мне вложили. Я не знаю, как все эти дни вытерпела, дождалась. Поэтому скоренько буду все открывать и вам показывать. Еще немножко вас поинтригую и покажу сначала свой заказ. Ну, во-первых, я заказала себе нитки ручного окрашивания. Это нитки ПНК. Те цвета, которые я израсходовала из своей коллекции. Я собрала всю коллекцию ниток ПНК ручного окрашивания от Савиного леса. Показывала, как я их организовала. Рукодельные папки. Несколько бобинок с нитками из своей папки я израсходовала. Поэтому заказала новенькие. Уже не в первый раз заказываю вот такие бобирочки. Крафтовые. В наборе 50 штук. Заказала два набора. Они чистые, неподписанные. В общем, буду пользоваться. Заказала набор ниток к очередной схеме от Савиного леса. У меня их уже много скопилось. Сейчас не успеваю я их все вышивать. Я знаю точно, что обязательно их вышью. Сейчас я подхожу к выбору покупки очередной схемы и ниток к ней очень внимательно. Перед покупкой несколько дней, даже месяцев обдумываю. Эта схема вышла перед Новым годом. Мне, конечно же, сразу же захотелось купить. Но я решила подождать. Подсобирать свой заказ побольше. Так, чтобы доставка была бесплатной. Что же это за схема? Глядя на нитки, наверное, вряд ли вы догадаетесь. Но здесь написано, что это щелкунчик. Я ждала эту схему. Наверное, не только я. У меня есть схема балета Лебединое озеро. И в пару дней хочу вышить щелкунчика. Схему я приобретала в электронном виде. Здесь ниточки у меня ПНК. Скорее всего, буду вышивать на 32 каунте. Схему я себе распечатала. Вот так все это смотрится. Основу я еще не нашла. И, честно говоря, думаю, на какой вышивать. Мне хочется, чтобы все вот эти белые элементы, все эти снежинки хорошо были видны. Потому что на светлой основе все это потеряется. Но при этом темную основу тоже не возьмешь. Потому что здесь есть персонажи в таких темных костюмах. Хочу, чтобы все персонажи, все элементы были хорошо видны. Ну и сам щелкунчик. Схемы я приобретаю в электронном виде в целях экономии. Вот такой красивый новогодний праздничный сюжет я хочу вышить в этом году. И, как всегда, не изменяя себе, приобрела новый магнит. Новая схема, новая магнитная игольница. Щелкунчик. У меня здесь еще один магнит. Я уже даже забыла, какой себе выбрала. Вот такой елочный шарик. Магниты у совиного леса очень крепкие. Пользоваться ими одно удовольствие. К ним, помимо иголки, примагничиваются и ножницы. Несколько раз я уже их так теряла. Они просто примагнитились у меня к основе с обратной стороны. Наконец-то пришло время посмотреть мой подарок. Это набор улиточной домики. Лимон. Набор от совиного леса в руках. Вот так я держу впервые. Не заказывала ни разу. Для меня это немножко дороговато. Как вы поняли, я покупаю в основном электронные схемы и нитки ПНК к ним. А тут целый набор. Мне было очень приятно получить такой приз. За мое оформление остров-сокровищ. Давайте же скорее его откроем и посмотрим, что здесь есть. Набор ниточек. Это нитки DMC. Заодно попробую ими вышивать. Вот такие красивые цвета. Магнитная игольница. Лимонная улиточка. И сразу же в комплект идет иголка. Совинная открытка. Очень красиво. Основа для вышивания. Она сразу же обработана. Очень здорово. Я так понимаю, что это 32 каунт. Так, на глаз. Надо будет посмотреть в инструкции. Красивого, светло-зеленого, нежного цвета. Ну и сама схема. Как и в электронном виде, представлено два варианта схемы. Цветной и черно-белый. Размер в крестиках 83 на 83. 13 на 13 сантиметров. Я правильно угадала. Это 32 каунт. Лен от Свайгард. Белфаст. Я поучаствовала не только в интересном, причем бесплатном, совместном проекте. Но еще умудрилась получить вот такой приз. Я просто счастлива. Большое вам спасибо. Формула рукоделия. Весна 2024. Наконец-то я посетила это мероприятие. Я живу в Московской области, город Дмитров. Добирались мы около двух часов. И это, наверное, основная причина, почему я раньше не посещала формулу. Дорога у меня ужасно изматывает. Изматывает, укачивает. Отправилась я на формулу вместе с мужем. Так как я страдаю географическим кретинизмом. Такой диагноз не поставила подружка. Я на него не обижаюсь. Это действительно так. Я плохо ориентируюсь в местности. А в Москве уж тем более. Добрались мы до Волгоградского проспекта. Это станция метро. Выйдя из метро, нам подсказали, что есть недалеко остановка. Куда подъезжает маршрутка и бесплатно отвозит на формулу рукоделия. Хотя и пешком можно было бы пройтись. Я смотрела по карте. Это где-то минут 10. Формула проходила 4 дня. С 29 февраля по 3 марта. 4 дня. И я понимаю, почему не один день. Не только для того, чтобы все желающие могли ее посетить. Но и для того, чтобы ее можно было посетить не один раз. Да, одного раза точно вам не хватит. Посетить все стенды, внимательно рассмотреть товары, поучаствовать в мастер-классах. За один день точно не получится. Отправилась я туда не за покупками. Хотя определенную сумму денег я с собой, конечно же, взяла. Как мне показалось, что на формуле были больше представлены производители и дизайнеры вышивки. Были и другие виды рукоделия, но поменьше. Как только мы туда зашли, я поняла, что очутилась в волшебном рукодельном мире. Столько мастеров, столько дизайнеров, столько рукодельниц в одном месте я сразу не видела. Красивые декорации, инсталляции, стенды с рукодельными товарами, приветливые продавцы. Я так понимаю, что сами мастерицы, сами дизайнеры. Первый стенд, на котором я задержалась, это была МП Студия. По наборам этого производителя я вышивала, даже скажу больше, первый набор, по которому я вышивала, это была МП Студия. Рукодельный зайчик. Как мне кажется, у меня наборов МП Студия больше всех остальных. Хотя у меня не такая большая коллекция, как у других рукодельниц. Но и вышиваю я сравнительно недавно. Очень мне понравились вот эти акварельные малыши. Я видела эти наборы на Валберес. Я так понимаю, что это новинка. Но посмотреть их уже в готовом отшиве, это совсем другое дело. Рамки были без стекла, поэтому каждый крестик, каждый шовчик. Ну и конечно же в целом посмотреть оформление. Мне они очень понравились. Если бы у меня были свободные стены в моей игрушечной галерее, я бы обязательно вышила этих малышей и оформила стену. Как же красиво смотрелись бы эти сюжеты в детской комнате. Я себе представляю их и в виде картин на стенах, и в виде декоративных подушечек. Мне было также очень интересно посмотреть на рамки, деревянные рамки от щепки. Я ничего себе не приобретала там из наборов, из рамок. Потому что их без труда можно заказать на зоне Валберес. Отметила для себя, что мне понравилось. И уже потом, когда приехала, заказала на Валберес. Чуть позже вам это покажу. Каждый производитель в первую очередь показывал свои новинки. Я сначала пыталась их все заснять на видео, показать артикул. Но потом от этого отказалась. Потому что времени уходит очень много. Уверена, что полноценный обзор с более подробной информацией засняли и уже выпустили на своих каналах. Другие рукодельницы. Я вам покажу только некоторые кадры, что успела, смогла заснять. И что меня больше впечатлило. Я знала, что у МП-студии есть наборы для вышивки на одежде. Но когда я увидела всю эту красоту на блузках и рубашках, поняла, что тоже хочу это попробовать. Смотрится очень оригинально, красиво. Не знаю, насколько это трудоемко. У меня была парочка таких наборов, но я вышивала просто на равномерке. В наборе есть водорастворимая канва. Вот ее я еще не пробовала. Периодически на этой формуле я теряла мужа. Потому что он также засматривался на эти картины. И особенно его привлекали большие такие яркие красочные картины. Понравилась ему большая такая картина, вышитая с Дедом Морозом и Снегурочкой. Даже попросил меня такую картину вышить. На что я ему сказала, что вышивать я ее буду год, а то и больше. Причем другим рукоделием заниматься я точно не смогу. Наборы игрушек на пластике меня меньше привлекали. Но я тоже немножко стенд засняла, чтобы вам показать. Очень много всего красивого, интересного. Все хочется вышить. Только куда потом все это вешать. Очень мне понравились вот эти рамки в форме бутылки с морскими сюжетами. Бесспорно, много красивых рамочек. Вот сейчас просматриваю кадры с формулы и подмечаю для себя еще что-то новое и интересное. Это здорово, когда у одного производителя есть и наборы для вышивки, и рамы для их оформления. Я не планировала делать определенных покупок на формуле. Разумеется, хотела посмотреть отшивы. Возможно, приобрести основу для вышивки, интересного окрашивания, рамки для оформления, какие-нибудь шкатулки. Все это я нашла, но покупать не стала. Почему? Главная причина – это совсем не дешево. Просто купить себе впрок никакого бюджета не хватит. Если что-то покупать, то, конечно же, обдуманно. Но главное, я посмотрела, что есть. И в следующий раз, когда я отправлюсь на формулу рукоделия, возможно, к этому времени я вышью какие-нибудь сюжеты, на очередной формуле смогу подобрать рамки для оформления. Глаза разбегаются. Такой красоты и многообразия. Понравились мне и шкатулки под вышивку. Не сразу, но я все-таки нашла свой совиный лес. Подойти, заговорить с девочками я постеснялась. Кстати, несколько рукодельных блогеров я там видела, но к ним также не подошла. Мне было как-то неловко. Вы знаете, что я люблю вышивать сюжет от совиного леса. Достаточно много схем я приобрела. У них вышло очень много новинок. Их я и хотела посмотреть поближе. Не только отшив, но и оформление. К сожалению, муж мою любовь к сюжетам от совиного леса больше не разделяет. После всего того, что он увидел, совиный лес ему показался менее интересным. Ему очень понравилась вышитая картина с мишками на дереве. Но я что-то не припомню. А сейчас, просматривая кадры, никаких мишек не нашла. Проходя мимо стенда, где демонстрировались станки для вышивания рамы, не поленился подойти и разузнать, что да как. Я сразу предупредила, что цены большие. Особенно на станки и рамы от Дубко. Визуально и эстетически они мне нравятся больше. У другого стенда были какие-то металлоконструкции. Вот они его больше заинтересовали. Даже выбрал для меня станок, скорее всего, по рекомендации продавца. На что я им сказала нет. Никаких станков, никаких рам. У нас просто на это нет дома места. И у меня времени вышивать большие картины. Возможно в будущем, но не сейчас. На стенде совиного леса я как раз могла рассмотреть свой подарок. Крестик уже вышитый, оформленный. В ближайшее время, наверное, вряд ли я буду его вышивать. Но было очень интересно посмотреть. Если вышивка крестиков для меня понятна, то вышивать гладью я до сих пор решиться не могу. Когда я подошла к стенду Галины Ивановой, я не сразу поняла, что это вышивка. Я сначала подумала, что это просто картины. Но присмотревшись, я поняла, что это гладь. Страшно сложная для меня, как мне кажется. Но просто невозможно красивая в готовой картине. Как же мне понравилась вот эта яблоня с птичкой. А какая красивая сирень. Я знала, что формула рукоделия выпускает свой журнал со схемами для вышивки. Мне тоже было интересно его посмотреть. Продавался не только новый свежий журнал, но и журналы прошлых форм. Журнал я быстренько пролистнула. Мне подсказали, что можно посмотреть отшивы с этого журнала. Это очень здорово, потому что картинка это одно, а готовое оформленное изделие это совсем другое. Помимо нового журнала, можно было приобрести журналы прошлых формул. Дальше я вам покажу кадры уже без моего комментирования. Просто посмотрите, полюбуйтесь, вдохновитесь. Если вы, как и я, все время откладываете посещение формулы рукоделия, по возможности обязательно приезжайте. Ну а уже после я вам покажу, что же я все-таки привезла с формулы рукоделия 2024. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Обошлась мне эта покупка в 37 рублей Съездила в Москву, чтобы купить нитки ПНК Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok